Добрый день! Вы на канале РБ Хоккей. С вами Виталий Славин. Сегодня мы поговорим о втором матче финальной серии Кубка Стэнли, Колорадо-Тампа. Первый матч, всем известно, выиграла в вертайме Лавина, 4-3. Мы этот матч подробно обсудили в нашей передаче «Отдел хоккея», повторяюсь, на РБ Хоккей. И там я высказал свое мнение, что во всем виновата адаптация или акклиматизация. Поэтому Колорадо всегда изначально имеет преимущество перед самими соперниками, потому что Денглер расположен в высоте 1600 метров, это разреженный воздух. Поэтому они привычны к этому, а соперник должен, не хватает воздуха, ноги не бегут. И поэтому всегда возникают проблемы именно в первом матче. И вот лично мое мнение, что Тампа уступила Колорадо именно в скорости, потому что ментально они были готовы, функционально тоже, потому что пауза после предыдущего матча с Рейнджерс была всего три дня. А Колорадо отдыхало девять дней после того, как они в четырех матчах убрали Эдмонтон. Теперь здесь видите, как получилось с календарем неожиданно, что аж три дня. Обычно команда играет через день, и дальше финал Кубы Стэнли пойдет через день. А сейчас три дня. Я так понимаю, что Тампа никуда оттуда не уехал из Денвера, с скалистых гор, с высоты 1600 метров. Так что теперь они там полностью адаптируются, и будет совсем другая игра. Добавлю к этому, что Япон провел только первый матч, и по ходу игры я видел, что он добавлял. Он организовал первый гол ответный, когда выиграл шайбу, отдал Эдману, и тот выкинул вперед на Ника Пола, и тот сделал счет 1-2. Также напомню, что начало матча не удалось Василевскому. Первые две шайбы, можно сказать, он мог их потащить. Но при счете 3-1, он был уже, играл так, как мы привыкли, и давал Рейнджерс, извините, Рейнджерс, и давал Молнием шанс. Но они им не воспользовались, потому что все-таки они не смогли организовать давление, настоящее давление на ворота Кэмпера. После матча Купер, сам Купер признал, что победила та команда, которая более этого заслужилась, с чем я полностью согласен. А как Джон Купер умеет делать выводы, мы знаем из предыдущих серий и из двух его побед подряд в Кубке Стэнли. То есть, повторяю, будет совершенно другая игра, вторая. Добавлю, что в первом матче у Тампы не пошло большинство. Два было, три возможности реализовать лишнего. Это удивительно, но даже у них не было таких реальных шансов. Совершенно не ладился розыгрыш. Там ведь что произошло? Они убрали Перри, потому что вернулся поинт. Может быть, вот эта перестановка сказалась, они не нашли связи. А если там реализуют большинство, это инициатива и все. Так что, я думаю, в втором матче выиграет действующий чемпион. Потому что отступать ему реально некуда. 0-2 с Колорадо, я думаю, будет отыграть сложно. Это не рейнджерс. Лавина – это совершенно другой уровень мастерства и уровень подготовки. И потом, как принято говорить, пока ты не проиграл матч на своем поле, ты не проиграл серию. А сейчас пока преимущество льда у Колорадо. Поэтому Тампа обязана зацепить что-то в гостях. И это именно второй матч. Поэтому я бы поставил на Тампу, потому что, считаю, на круг она сильнее и опытнее. И, главное, вратарский пост у них имеет предпочтение. Тут Кемпер и Василевский – это несопоставимы. Поэтому я бы поставил на Тампу, на победу, наверное, все-таки в основное время. Но, думаю, шайб будет, тотал будет хороший, высокий. Потому что Кемпер, я в него точно не верю. Василевский может две шайбочки запустить, но Кемпер запустит больше. Так что, я думаю, будет заброшено не менее пяти шайб. Вот такой мой прогноз. Победа Тампа в основное время. При тотале не менее пяти шайб. С вами был Виталий Славин. Спасибо. Привет, ребята! Это я, Эммануэль Добайор. В прошлом игрок Мадридского Реала, Арсенала, Тоттенхэма, Манчестер-Сити и других команд. Буду рад вас видеть на премии РБ. Ее организовывает рейтинг букмекеров. И эту компанию уже сегодня можно назвать глобальным брендом, включая рынок Африки. Будет здорово найти новых друзей в Москве, поговорить о футболе и букмекерском бизнесе. Скоро увидимся. Спасибо. С любовью. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!